Фото и видео с пылающими кучами мусора сняла и отправила в нашу редакцию Ванда Юркова, председатель СНТ «Зелёный огонёк». Дачники, проживающие здесь круглый год, с осени вынуждены дышать едким дымом, который по розе ветров сносит аккурат к садоводству. Жалуемся, вот жгут мусор, привозят мусор машинами, понимаете, вот туда и жгут. Поджигает там сторож специально ходит, сторожит, следит за этим, поджигает, стараются по вечерам, чтобы никто не приехал, понимаете, не увидел ничего. По выходным много, вот этот дым, сюда всё, и ничего им не страшно. Вокруг СНТ расположены кузни, нефтебазы, предприятия по переработке бумаги и фермерское хозяйство. Кто именно сваливает мусор на пустыре, доказать очень сложно. Валяются здесь и строительные отходы, и старая мебель. По словам дачников, у них имеется официальный договор на вывоз мусора и садоводства. Два раза в месяц приезжает машина и забирает ТБО. Садоводство вообще основано 51 год назад. И на момент, когда оно основывалось, здесь, я так понимаю, был БВК-завод. До меня председатель боролся с золоотвалами, которые были здесь тоже нелегально устроены. И, то есть, как пыльные бури начинались, в садоводстве было вообще не продохнуть. Не было видно вот в трёх метрах даже что-то, что можно было бы увидеть. И вот сейчас, получается, зола прошла, начались поджоги мусора. Садоводы возмущены, что некогда экологически чистый лес превращается в бесплодную пустыню. Деревья вырубают, а вместо них вырастают лишь кучи мусора. На интерактивной карте свалок Общероссийского народного фронта уже почти не осталось свободных участков. По всем фактам направляются письма в прокуратуру. Но так как найти виновников практически невозможно, убирать свалки жителям предстоит, видимо, своими силами. Либо нанимать бульдозер и грузовик, либо выходить на субботник. Евгения Шильникова, Дмитрий Новопашин. Местное время.